Проблемы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, стали темой районного педсовета, состоявшегося в Одинцовской школе номер 12. Заместитель министра образования Московской области привела цифры количества таких детей в Подмосковье, данные по их содержанию в детских домах и количеству усуновленных или опекаемых. Отрадно, что общее число детей, оказавшихся без родителей, снижается. Правда, картину портят приезжающие мамы, оставляющие деток в нашем регионе. Во всех подобных случаях государство в лице правительства области берет на себя ответственность за жизнь несчастных малышей. Данная тематика касается всех, и в первую очередь того ребенка, которого мы называем приемный ребенок. Именно эти дети в школе должны себя чувствовать комфортно, уютно, и это зависит от нас с вами. Александра Ивановна Котова отметила, что в Одинцовском районе забота о детях – главное направление работы администрации. В 2011 году, вручая ключи от новых квартир выпускникам детских домов, глава района обратил внимание на важность своевременной помощи юному человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Те дети, с которыми работаем мы с вами, и о ком сегодня пойдет речь, это именно те дети, которым в первую очередь нужна помощь всем здесь сидящим. На территории Одинцовского района проживает 65 тысяч детей. 476 остались без попечения родителей. Более 80% из них в замещающих семьях, остальные в двух муниципальных и одном частном детских домах. Каждый из них и их попечителей нуждаются в материальной и психологической помощи. На сегодняшний день актуальной является задача создания эффективной системы психолого-педагогической помощи и поддержки замещающей семье. Педагоги, воспитатели, школьные учителя делились опытом работы и общения с детьми, пережившими утрату родителей, а усыновители откровенно и неформально поделились опытом воспитания приемного ребенка. Последние награждены почетными грамотами, бурными аплодисментами и отдельным спасибо за нравственный подвиг. Каждая из подобных семей уникальна. У всех приемных родителей имеется индивидуальный рецепт по воспитанию конкретного чада. Самыми опытными, без сомнения, оказались Одинцовцы, супруги Владимир и Евгения Разумцевы. Награжденные национальной премией Конгресса США «Ангелы в усыновлении» и воспитавшие 25 приемных детей. Но и те, кто усыновили одного ребенка, порой сталкиваются с большим испытанием. У нас порог сердца. А вам сразу врачи сказали, что предстоят операции? Конечно. Конечно. Три. В свои три года, вот сейчас я скоро четыре, она уже знает лукоморье. Очень хорошо развивается. Обмен мнениями участников районного педсовета привел к конкретным решениям, среди которых разработка индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения ребенка, воспитывающегося в приемной семье с учетом внутрисемейных отношений, организации проведения, обучающих психолого-педагогических семинаров и тренингов, развитие, обобщение и пропаганда опыта взаимодействия образовательных учреждений и семей, воспитывающих приемных детей. Специалистами и родителями отмечено, что делать все это необходимо грамотно, продуманно, чтобы не навредить в тонком деле воспитания приемного ребенка. В помощь всем, кто связан с этой темой, распоряжение губернатора Московской области Бориса Громова. С 1 января 2012 года во всех районах Подмосковья, в том числе и нашем, начинает работу зональная служба сопровождения и помощи родителям-усыновителям, чтобы приемный ребенок остался чудом, к которому может прикоснуться каждый. Ольга Винтер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...